Слава Господу, дорогая церковь! Знаете, когда я услышал сегодня краткое свидетельство брата Ильи, я говорю, нужно свидетельствовать в церкви, чтобы Дом Божий наполнялся хвалой, славой нашему Господу. Братья и сестры, мы не должны молчать. Мы должны говорить, Бог в нашей жизни допускает обстоятельства. Я говорю, какой большой этот крючок. Это металлический крючок, где-то 2 или 1,5 инча, где-то такой толщиной, и вдруг он обломался. Это Божье чудо, которое совершается, мы должны говорить, братья и сестры. Эти свидетельства, они вдохновляют нас. Они производят благодарность Господу. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я бы хотел, чтобы вечерние наши служения превратились вот в такие свидетельства, благодарности, хвалы нашему Господу, нашей молодежи, наших деток. Молитесь об этом, дорогая церковь. Я бы хотел попросить вас сейчас сделать следующее. Когда мы смотрим на группу молодых людей, как наша молодежь, давайте мы дадим им характеристику молодых людей, что присуще молодым людям, физическую характеристику. Ну, например, первые, как мы уже слышали, сильные. Молодые люди, они сильные. Пожалуйста, можно от зала без микрофона. Не стесняйтесь. Красивые, здоровые, спасибо. Что еще присуще молодым людям? Жизнерадостные, смелые, активные, веселые, радостные. Полная голова идеи. Полная голова идеи у них есть, да, энтузиазм есть, творчество, творческие люди. Что еще, братья и сестры? Любящим. Хорошо, время любить, да. Целеустремленные. Спасибо, братья и сестры, продолжать можно очень много. Но мы сегодня слышали, что апостол Иоанн называет четыре группы духовного возраста верующих людей. Четыре группы, соответственно, их зрелости. Соответственно, он дает им определенные характеристики, мы об этом слышали. И вот что, обратите внимание, мы читали этот текст уже в 14 стихе 2 главы, где апостол Иоанн пишет, «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». Это первая характеристика духовная. Сильны не от того, что они ходят в джим, не потому что у них, может быть, очень есть, знаете, энергия, как мы сегодня слышали, друзья, потому что они приходят в близость с Господом, находятся в близких отношениях. Они переходят от силы в силу. Результат их силы заключается в том, что не прибывает второе качество, Слово Божие пребывает в этих людях. Это очень важно. От этого происходит настоящая духовная сила. И третье качество, присущее юности, духовной юности, вы победили кого? Лукаво. Братья и сестры, когда я читаю этот текст, я не понимаю до конца его. Иоанн не написал, что, возможно, вы сможете победить. У вас будет попытка. Нет. Первое и второе качество говорит о том, что в настоящее время вы сильны, вы пребываете в Слове Божьем. А третье, вы победили лукавого, уже победили в прошлом. Нет ли здесь ошибки? Ничего ли не перепутал Иоанн? Давайте попробуем в этом разобраться. И моя задача сегодня говорить именно о победе над лукавым, самым сильным, самым коварным врагом душ человеческим. И это очень важно понять. Давайте себе представим, Священное Писание не просто объявляет победителями, он объясняет, каким образом эти люди, которых Библия называет духовными юношами, они достигли вот этой зрелости. Это не младенцы, это не отроки, это юношество присуще, братья и сестры, определенный духовный возраст. Юноши могут быть и в пожилом возрасте, если они пришли к Господу. Они могут быть и даже в подростковом возрасте, если они рано приняли Иисуса, они трудятся, они растут духовно. Друзья мои, это очень важно. И Священное Писание предполагает, что наше уверование, наш духовный рост, он будет продвигаться. Мы будем расти, мы будем подходить из России, ступенечки на ступенечку подниматься. Нельзя долго находиться в младенчестве, нельзя долго находиться в отрочестве. Мы должны быть заняты вот эту ступенечку юноши и девицы. Обратите внимание, давайте себе представим такую ситуацию. Большой стадион, мы сегодня уже слышали, упоминалось наш стадион. Там идет большая борьба или какое-то соревнование происходит. Мы присутствуем на этом, и вдруг ведущий в заключении называет наше имя и называет нас победителем. Было бы странным, а за что? Я не участвовал, я не приложил старания, я даже не знаю имя моего соперника, человека, с которым я должен был. В чем дело? Друзья, правда бы, немного стучало странно, сказать, собственно, я же не имею никакого права и отношения даже именоваться победителем. Друзья, я думаю, и Священное Писание тоже право, когда называют, вы победили лукаво, и я хочу спросить, каким образом? Что я для этого сделал, для того, чтобы меня назвали победителем не просто какого-то врага, не просто какого-то личности, но сильного врага. Имя которому дьявол, сатана, он реально существует, это духовное существо воплощения зла. Люди сегодня говорят, я не верю в сатану. Сатана больше всего любит это слышать. Сатана любит это слышать, ему нравится, когда люди отказываются в него верить, и он говорит, меня нет. Дьявол не видим физически, но он духовная личность, но не вездесущая, как Господь. Дьявол не одинок. Помните, в послании к Ефесиным апостол Павел говорит, что наша брань не против крови и полоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Священное Писание говорит о том, что это очень хорошо организованная духовная армия с ее определенной духовной иерархией. Но обратите внимание, что вначале стоит, здесь не написано наш диалог, наш спор или наша дискуссия, нет. Слово «брань» говорит о том, что это очень жестокая схватка, битва. Это реальность в мире, в котором мы живем, реальность времени, братья и сестры, это так. И эта армия очень хорошо организованная, и дьявол продумывает до мелочей, что он будет делать сегодня, что он будет завтра делать, что будет в этом мире. Дьявол – это не только абсолютное зло, но Библия дает ему определенную характеристику в этой личности. Первое, Библия говорит, что он убийца. Евангелие Теана, Иисус Христос о нем так сказал, 8 глава, 44 стих, если братья будут открывать текст, я буду очень благодарен. Он был человека-убийцей от начала и не устоял в истине. Братья и сестры, его цель – это убить человека. Когда мы слышим сегодня, каждый день в новостях там погибли, там какое-то землетрясение, там крушение, там еще что-то. Думаем, случайно, закономерность, пришло время. Друзья, мы не можем ответить на все вопросы, но я убежден, за всем этим стоит огромная армия духов злобы поднебесной, которые стремятся уничтожить человека, чтобы погубить. Христос ему сказал его имя убийца. Христос называет его в 44 стихе так же, когда он говорит, он ложь говорит, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Это его характеристика, отец лжи. Библия называет его, Иисус Христос называет его вором. 10 глава, 10 стих, Христос говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это его цель. Дьявол хитер и коварен, очень хитер и коварен. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих, апостол Павел пишет следующее, обращаясь к этой церкви, боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Обратите внимание в этом стихе на три ключевых слова. Первое, это хитрость, это прелещение, прелестил, и третье, повредили, и повредились, повредить. Первое, хитрость, братья и сестры. Слово, это означает способность, умение манипулировать людьми, применять очень коварную тактику и трюки. Есть люди, которых называют, ну, хитер человек, то есть он обладает таким образом, может, знаете, для своей выгоды каким-то образом манипулировать людьми, влиять на их сознание, на их, может быть, какие-то характеристики. Ни одному человеку не подсильно, братья и сестры. Апостол Павел предупреждает, боюсь, чтобы как змей хитростью, оказывается, он прелестил Еву. Это ему удалось. Прелестил. Дьявол предпринимает попытки обмануть нас. Быть обманутыми значит поверить лжи. Прелестились, то есть пошли на поводу, согласились с его ложью. В результате этих двух действий сатаны происходят следующие повреждения. В греческом оригинале это слово переводится как «вводить в заблуждение наш разум и наше мышление». Повредился разум в результате. И мы смотрим, говорим, что случилось с человеком. Почему он так размышляет? Почему он так говорит? Почему он так поступает? Потому что его разум он поврежден. Его обманули, его перельстили, и его разум начинает неправильно мыслить. дьявол не говорит человеку «я собираюсь сделать тебя алкоголика». Он никогда так не скажет. Но он скажет «обрати внимание на этот напиток, обрати внимание на вот этот бокал, смотри там как красиво блестит этот лед, смотри какой запах прекрасный, смотри какой вкус, ну ты просто попробуй, ну хотя бы немного». Дьявол никогда не говорит «я собираюсь разрушить ваш брак». Он так не говорит, но он говорит «обрати внимание на молодую сотрудницу, которая пришла, устроилась на вашу работу. Просто познакомься, обрати внимание на эту девушку». И многие-многие вещи, братья и сестры, он никогда не говорит прямым текстом, он всегда подойдет с хитростью, дьявол всегда придет с лукавством, и дьявол никогда, братья и сестры, не прекратит преследовать нас. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих, апостол Петр предупреждает верующих людях и обращается, говорит «трезвитесь и бодруствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыка, ищи лев, ища, кого поглотить». Это предупреждение, потому что у него есть определенная цель. Цели сатаны, их несколько. Первое, я вижу, он стремится увести нас от Господа, он делает все возможное, чтобы верующего, спасенного человека каким-то образом увести от Господа, наш взгляд отвести от Христа, чтобы мы смотрели на себя, на обстоятельства, на других людей. Второе, он старается помешать осуществлению Божьих целей и планов относительно нашей жизни. Он ведет эту борьбу, как мы прочитали «Наша брань», он ведет, постоянно думает, каким образом помешать что-то. Я думаю, что он имел тоже и цели по отношению к брату Ильи для того, чтобы уничтожить его. Но Божья милость и Божья благодать, Божья рука отодвинула его и не допустила осуществиться этим целям. Когда мы живем благочестиво и доверяем Богу, воздаем Ему славу, честь и благодарность, братья и сестры, знаешь, что дьявол старается сделать? Укрась это у Господа, говорит, смотри, какой ты умный, видишь, как у тебя хорошо получается, видишь, какой ты успешен. Понимаете, братья и сестры, когда в нашей жизни благословения, почему мы должны чаще говорить слава Господу, это Господь, это Он дал, Ему принадлежит. Мы рабы, ничего не стоящие, мы ничего не можем делать без Господа, и в этом тоже Он часто преуспевает и в церкви, и в верующих людях. Сатана намеревается уничтожить нас буквально и навсегда. Братья и сестры, важно не только знать его характер, его цели, но очень важно понимать, что сила Сатаны ограничена. У него есть определенный предел. Он не всемогущий, Он не вездесущий, Он коварен. Помните, в случае с Иовом, когда пришел Сатана, и там был диалог, и Господь говорит ему следующие слова. Книга Иова, 1 глава, 12 стих, и сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке, Твоей, только на него не простирай руки Твоей. Вот все, что у него в руке, это Твое. Вот только на душу, на него не простирай руки Твоей. Мог ли дьявол возразить? Нет. И отошел Сатана от лица Господня, потому что все, что происходит, братья и сестры, в нашей жизни, в жизни Церкви, в жизни детей Божьих, ничего без ведома и позволения Господа не произойдет. Сатана бессилен похитить нас из руки Божьей. Сатана бессилен отлучить нас от любви Божьей. Сатана бессилен отнять у нас Духа Святого и любое действие Сатаны, как я уже сказал, оно проходит через контроль Божий. Братья и сестры, она также верна истина. Писание говорит, что мы не можем одолеть Сатану своими силами, своим интеллектом, своими способностями, своим характером. Мы не можем нанести поражение дьяволу при помощи человеческого интеллекта или сил. Это все не работает. Но я хотел бы сегодня обратить внимание, братья и сестры, Священное Писание никогда не призывает нас идти и мериться с силами с дьяволом. Мы не должны, знаете, пытаться, вот мы сейчас пойдем, вызывать его на какой-то, может быть, бой или еще, что, братья и сестры, это очень глупо, и это неправильно, и это неверно, и Священное Писание запрещает. Слово Божие побуждает нас противостать Ему твердою верою. Нам следует проявлять стойкость для того, чтобы остаться верным Господу и использоваться только теми средствами, которые Господь вручил Своей Церкви. Братья и сестры, истина заключается в том, что война уже выиграна. Истина заключается в том, что война уже выиграна. Имя победителя известно, имя побежденного известно, и чудесная весть Нового Завета заключается в том, что самые драгоценные стихи в Библии, где апостол Павел говорит, Христос вас, и вы во Христе, и ничто не может причинить нам зла. Братья и сестры, мы не только должны знать хорошо врага, мы не только должны знать его характеристики, его коварные замыслы, но мы должны знать, а как же эта победа, которую Иоанн провозглашает и говорит, что вы, юноши, вы уже победили лукаво. Ну, давайте очень кратенько посмотрим, каким же образом это произошло и когда. зададим несколько вопросов, когда была совершена эта победа, кем она была совершена победа, и каковы же результаты этой победы. Братья и сестры, как мы знаем, великие победы в истории людей, люди помнят, пишут об этом книги, устанавливают памятники, отмечают эти события, если скажу сегодня 9 мая 1945 года. Многим людям, жившим в прошлом в Советском Союзе, эта дата о многом говорит. И люди называют это просто одним словом День Победы. И так можно говорить о многих вещах. Братья и сестры, когда мы читаем Евангелие от Иоанна 19 глава 30 стих, там записаны следующие слова. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось и, преклонив главу, предал Дух. И 31 стих начинается так. Тогда была Пятница. Возникает вопрос, когда была совершена победа? Победа была совершена на Голговском кресте, ну, если так логически, приблизительно 1933 год. Пятницу на Голговском кресте со словами Господа Иисуса Христа совершилась. И тогда вместе с апостолом Павлом в первом послании Коринфянам 15 глава 57 стих мы можем восклицать благодарение Богу, даровавшему нам победу кем? Как имя победителя? Господом нашим Иисусом Христом. Вот имя победителя, братья и сестры. Мы знаем его, и в послании филиппийцам 2 глава 9 стих апостол Павел говорит, и Бог превознес его и дал ему имя высшего всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. Мы знаем победителя, мы знаем дату, когда совершила победа. Братья и сестры, каковы же результаты этой победы, что мы можем вкушать эту победу, быть частью этой победы и провозглашать ее в своей жизни. Следующие результаты я нахожу, смотрите, в послании к евреям 2 глава 14 стих апостол Павел пишет так, если братья откройте 14 стих 2 главы, а как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Христос, также воспринял оное, дабы смертью лишить что? Силу имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот они результаты. Христос своей смертью лишил силу дьявола и подтверждение этому апостол Павел в Колоссе нам пишет 2 глава 15 стих, он пишет этот замечательный стих, отняв силу у начальств и властей, и мы сегодня слышали, это наше брание против и крови плоти, но против начальств и властей и не обладали этой страшной колоссальной силой, могуществой, но на Голгофе Христос отнял силу начальств и властей. Что еще произошло на Голгофе? Он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой, и когда люди говорят, какой он силен, его сила заключается во лжи, в коварстве, и он будет иметь только успех там, кто поверит его лжи. Дорогая церковь, верующие люди, молодые люди, ребята дорогие, сколько мы несем порой поражений, потому что мы не осведомлены, что победа совершена, что имя победителя известно, что у него отнята сила, что Христос подверг позору, что восторжествовав над ними собою. Каким образом победа Христа стала моей победой, вашей победой? Иисус Христос когда-то произнес такие слова, 4 глава, 38 стих, Иоанна, Евангелие, Иоанна, 4 глава, 38 стих. Обратите внимание на этот текст. Ученикам он когда-то говорил, «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы что? Вы вошли в их труд. Представляете, говорит, «Я послал вас жать то, над чем вы трудились. Другие трудились, но вы стали частью, вы вошли в их труд. Ваша тоже здесь есть доля, ваше участие». Братья и сестры, вот интересно, ведь мы не совершали труд со Христом, мы не проходили путь до Голгофы, мы не находились на Голгофе, мы не были распяты, братья и сестры, но Христос настолько возлюбил, настолько соединился, это истинно, что вы во Христе и Христос в вас, и Бог рассматривает нас как победителей, говорит, вы вошли в труд победы Иисуса Христа, вот поэтому Священное Писание, вот поэтому Иоанн говорит в прошлом времени, вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лукавого. что еще Писание подразумевает, говоря о победе над Лукавым, братья и сестры, согласитесь, все это так вы скажете, мы верим, что мы вошли в труд, мы верим, что мы в Господе, мы верим, что действительно Писание говорит, вы победили, вам не надо бояться его, но давайте посмотрим нашу реальную жизнь, ребята, молодые, братья, сестры, зрелого возраста, всегда ли мы побеждаем, всегда ли мы провозглашаем эту радостную весть, Господи, я победил, поверьте, мне приходится молиться, поддерживать и получать короткий текст, помолите за меня, подержите в молитве, я понимаю, что за этим происходит, происходит борьба, духовная борьба, я всегда говорю, буду молиться, вместе молимся, Бог силен, братья, сестры, ну согласитесь, нам знакомы не только состояния, чувства победы, но каждому из нас знакомы поражения, правда, где мы склоняем свою голову, опускаем глаза, и говорит, Господь, прости, не смог, не устоял, отворачивается ли от нас Господь, нет, братья, сестры, он не отворачивается, говорит, нет, ты победитель, ты все равно остаешься победитель, потому что Господь одержал эту радостную победу, вот я хотел бы сегодня, братья, сестры, очень кратко посмотреть на тексты Писаний, которые вдохновляют, благословляют и поддерживают нас, я нигде не встретил в Священном Писании о том, чтобы Библия говорила, что вы знаете, может такого быть, что у вас нету шансов, но вы знаете, ну вот что-то такое произойдет, что не сможете победить, я не нашел этого текста, но нашел другие тексты, обратите внимание, очень важно понять нам смысл этих слов, книга Иакова, послание Иакова, 4 глава, 6-7 стих, Иаков говорит нам так, Бог гордым противится, смиренным дает благодать, и затем говорит так, и так покоритесь Богу, противостояньте дьяволу и убежит от вас, обратите внимание, что с нашей стороны нужно сделать, чтобы дьявол убежал, он не просто отвернется, он не просто проигнорирует, он будет бежать, первое, что мы должны сделать, это покориться Богу, преклониться пред Ним, когда приходят искушения, в любом виде, на уровне наших мыслей, чувств, желаний, гордости, похоти, желаний каких угодно, друзья, первое, что мы должны, смириться, имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник, и там безопасен, Господи, я покоряюсь Тебе, я смиряюсь, я подчиняюсь при Тобою, второе, что необходимо сделать, это противостаньте дьяволу, что говорил Господь в пустыне, отойди от меня, сатана, написано, отойди от меня, сатана, написано, братья и сестры, когда вы последний раз говорили, отойди от меня, сатана, когда только он пытается где-то завоевать плацдарм, на уровне наших мыслей, глаз наших, мышления нашего, чувств наших, отойди от меня, противостаньте дьяволу, так просто, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, что произойдет, вы видели убегающего сатану, он убежит, Писание говорит, смотрите, еще один текст, первое послание Петра, Петр нам говорит, апостол, который тоже в своей жизни не всегда был победителем, он пишет так, итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас, я тоже нахожу здесь, вот эти тексты Писания, которые говорятся, смиритесь, подчинитесь под Господа, Его крепкую руку, все, что вас заботит, возложите на Него, восьмой стих, трезвитесь, бодрствуйте, почему с Давидом произошла трагедия, не пободрствовал, не трезвился, дал время сатане не только завоевать его мысли, но утвердиться, захватить его желание, похоть, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, он реален, и он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, вот позиция, настоящая позиция юноши, духовного юноши, и девятый стих, противостаньте ему твердой верою, и результат будет очевиден, братья и сестры, зная, что такие страдания случаются с братьями вашими в мире, но в этих стихах нету ни намека на поражение. Первое Иоанна, первое послание Иоанна, пятая глава, восемнадцатый стих, следующий текст, мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, то есть он не имеет способности пребывать в грехе, но рожденный от Бога, он что-то делает, братья и сестры, что делает рожденный от Бога? Он хранит себя, он хранит себя, когда мы оказываемся где-то в каких-то ситуациях экстремальных, нам нужно подниматься на высокую гору, нам нужно где-то еще находиться, мы говорим, будьте очень осторожны, если мы работаем с высоким напряжением, если братья работают на высокой высоте, если братья едут за рулем трака по скользкой дороге, снег, может быть, гололед, что нужно? Расслабиться просто и слушать музыку, нужно быть аккуратным, он говорит, храни себя, будь внимателен, так вот рожденный Бога, он хранит себя, он всегда на чеку, и тогда лукавый, братья и сестры, что? Он не прикасается к нему, он видит бесполезный человек, который внимательно следит за собой, за своими мыслями, за своим состоянием, он хранит себя, к нему бесполезно приходить, он не прикоснется, он будет искать другую, доступную жертву, и последний текст, послание к Ефесинам, Господь позаботился о том, чтобы верующий человек, верующие люди, духовные юноши, которые сильны, которые пребывают в слове, они могли побеждать, лукаво в своей реальной жизни, имели духовное снаряжение, и 16 стих и 17 говорят об этом в послании Ефесина 6 главы, «Апаче всего возьмите щит веры, который вы сможете угасить, все раскаленные стрелы лукавого, их много, у дьявола этих раскаленных стрел очень много, братья и сестры, и для того, чтобы вы могли провозгласить победу и сказать, Иоанн, это правда, я в своей жизни подтверждаю, нам необходим этот щит веры, сказать, я не верю, я не принимаю, а я знаю, Искупитель мой жив, а я знаю, в кого я уверовал, а я знаю, что кровь Иисуса Христа очищается от всякого греха, потому что Он боится крови Господа». И 17 стих, «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который из Слова Божия». При таком снаряжении, при такой нашей позиции, при таком состоянии, братья и сестры, мы в нашей жизни будем одерживать победу, потому что это будет несправедливо, если мы услышим наше имя, имя победителя, а мы с вами, руки наши пусты, заняты чем-то другим, мысли где-то тоже, а в руках наших должен быть меч и щит, и наше Слово должно наполнено быть Словом Божьим, и мы должны хранить себя, и вот тогда дьявол не приблизится, не прикоснется и даже убежит. Вот этот текст Священного Писания об этом сегодня нам говорит. Итак, юноши, апостол Павел пишет и утверждает, что мы сильны, и Слово Божие пребывает в нас, и вы победили лукаво. Пусть это найдет место в нашей жизни, тогда наше сердце будет наполнено радостью, хвалой и благодарением нашему Богу. Аминь.